Всем привет! В эфире Бойскаутов. Первый подкаст спорта день за днём о футболе. Сегодня обсуждаем. Сборная России разбила Кипр. Чему все так рады? Куда деваться Станиславу Черчесову после Евро-2020? Почему у людей отбирают право болеть за свои сборные? Добрый вечер! В эфире наш очередной подкаст. Я Иван Житков и представляю своего большого друга и большого врага по футбольным обсуждениям. Хотя мы всегда враждуем, но потом миримся. Дима Нечапаренко, он опять в этом самом кресле, опять с таким же глубокомысленным выражением лица, как он когда-то вошёл в кабинет своего бывшего шефа в футбольном клубе Краснодар Сергея Николаевича Галицкого, взял у него там апельсин с под носа и съел его чуть ли не на глазах у хозяина. И потом ему, как я понимаю, и правильно, Дима, если я не прав, исправь меня, пожалуйста. Потом тебе делали замечание всем офисом и смотрели на тебя, как будто ты только что вышел из Алькатраса живым и невредимым. Самое удивительное, что всем здравствуйте, во-первых, самое удивительное, что всем здравствуйте после всего этого, то, что Сергей Николаевич, как раз никаких вообще претензий ни к апельсину, ни ко мне, ни к чему не имел. Он так их никогда не видел просто. Этот апельсин у него лежал, наверное, со времен основания клуба. Нет, кстати, апельсин нормальный был, вполне. То есть съедобный, зубы у меня на месте остались. Так, а, зубы, ну это можно двояко понимать, эту ситуацию, что они у тебя остались. Потому что говорят, что там, если что-то у Сергея Николаевича забрать, то зубы бывают разных конфигураций. Ну зачем вообще у людей что-то забирать? Так, ну и что, ты его съел и тебе сделали замечание, правда? Да никто мне не сделал замечание, просто была внутренняя... Свобода. Вот таких вот набрали в Краснодар с внутренней свободой. А теперь намли. А теперь намли. Вот так вот у них, они с тех пор, они сначала, знаешь, они были застегнуты на все пуговицы там у себя в Краснодаре, а потом взяли Чапаренко на работу, и они раскрепостились просто после этого. Они поняли, что мир бывает другим, они, что они пришли на намли, и шведы пошли, да? Ну, шведы были до этого. Николаев, и Вильер. Не, ну, они уже, не, уже все были подготовлены к моему приезду, шведы были до меня, поэтому я уже мог... Люди поехали в страну, и все можно, правда? Ну, все в разумных пределах. После вчерашнего матча России и Кипра как-то слишком много елия в воздухе, честно говоря. Елей, знаешь? Елей. А ели? А я думал, ели, я думаю, те, которые на Новый Косток. Ели через два месяца, Дима, ели будут через два месяца. У меня реально такие сугробы прямо такие уже. А сейчас много елия, и этот ели разливается по поводу и без, потому что... А ели или елей? Ну, давай не будем сейчас вот в это погружаться. Нет, потому что у меня ели, сразу это ели. А возможно ели. Как сказали в одном голливудском фильме, чувак, если хочешь что-то узнать, купи себе энциклопедию. Так вот. И победа на сборной Кипра со счетом 5-0. Честно говоря, однако, одна из команд, при всем моем уважении к тому, что делает сборная России последние два года, но одна команда просто забыла выйти на поле. Причем, являясь вообще хозяином этого самого поля. Стадион, кстати, не самый дружелюбный. Там прекрасная атмосфера. Настолько недружелюбный, что люди, по-моему, не пришли тоже. Такое ощущение, что вообще забастовки работников транспорта, причем всего. И общественного, и такси, и просто автобус, видимо, который должен был привезти команду. Там достаточно было бы забастовки такси, потому что стадион находится в чистом поле. И, например, из той же Никосии очень сложно до него добраться каким-то другим способом. Так вот, все-таки, злой стадион, на самом деле, был там в 2011 году, когда играл «Зенит» с АПЛ. Поддержка была сумасшедшая, атмосфера была невероятная. И не только с «Зенитом». И не только с «Зенитом». А на «Среалом» были матчи с «Леоном», были матчи, как раз я очень хорошо помню эту группу. Очень удачно тогда играла «ПЛ». И, в общем-то, было достаточно там все негостеприимненько. И вот это вот все происходит. Сейчас говорят, что сборная России дойдет теперь как минимум до финала чемпионата Европы. Это как минимум она дойдет до финала. Почему-то все это сделано на основании вот этой вот несчастной игры с Кипром. Даже после «Шотландии 4-0», на которой игре уже я сам был в Москве сейчас, я чего-то таких восторгов не слышал. Хотя у меня как раз матч с «Шотландией» даже каким-то чуть-чуть более был показательным, нежели тем, что произошло в Никосии. Дима, это с народом что-то происходит? Или ты все-таки меня опровергни сейчас и скажешь, что сборная Кипра все-таки, ну... Тогда происходит не с народом, а со мной. Нет, со мной точно происходит, с народом тоже происходит. Но я все равно скажу, что обсуждение... Я просто, к счастью, стараюсь не читать все это и не слушать, потому что, ну, зачем запивать голову, не нужна информация. Мы с тобой обсуждали, да, Кипр. И еще тогда, кстати, в 2011 году, когда я там был, там стадион через атлетическую дорожку, там гостиница, там где сидит АПЛ тот же, да, и те же клубы, и та же сборная, они сидят на сборах прямо там рядом. А на другой стороне этого отеля, там тренировочное поле еще. На нем тренировалась сборная Кипра Ю-21. Она готовилась к каким-то там матчам отборочным. Ну, это было вот уже 7 лет назад, по сути дела. И мне там местные стали с воодушевлением говорить, а вот это вот такой у нас талантливый мальчик, а это у нас такой талантливый мальчик. Я им говорю, хорошо, слушайте, здорово, талантливые мальчики, это классно. Вот на этого там уже в Англии смотрят. Ну, в Англии сейчас уже на всех смотрят, там, что по мячу ударило, там, хотя бы два раза попало из двух. Он говорит, а мне скажите, а они, вот видите, вот АПЛО состав, там легионеры одни сплошные. Вы видите Аммоний состав, там легионеры одни сплошные. А где они будут развиваться-то? Где они будут играть? Мне сказали, не понимаете, уровень подтянется. Вчера мы видели, два парня были, 6-й, 20-й, 2000 года рождения оба. Это реально талантливые ребята, но один из них вообще за клуб не играет. И вратарь, который вчера начинал, который сломался на замахе. Я, кстати, думаю, он мениск, мне кажется. Я не знаю, потом посмотреть, но вообще, конечно, несчастный человек, потому что Дзюба даже особо не прессинговал на замахе и дернул. В отличие от Снотгресса в матче Шотландии, которого он просто забодал. Да, да, да. Там он не только и Малгри забодал. И Малгри он забодал. Того самого Малгри, который говорил, что очень уважает Дзюбу перед первой игрой в Глазго. Так, это у нас уже пошла 15-я ссылка. Это, знаешь, как какого-то СМЭЛи-Бэкета читать, когда нужно каждый раз консультироваться с аллюзиями. Ну, а что? Мы еще займемся. Мы продолжим обязательно наше самолюбование и сравним себя и с Бэкетом, и с кем угодно. Нет, мы себя не будем сравнивать. Мы себя сравним с человеком, пытающимся прочитать Бэкет. Ну, вот эти молодые ребята, вот они и есть, значит. А кто будет тянуть команду? Вообще, в последнее время, кажется, это проблема. Но в первом матче они хоть как-то бежали, что-то боролись. Вчера этого не было. Но суть в том, что у них все равно нет таких игроков-локомотивов, которые могли бы... Ну, тех, которые могли бы тянуть за собой. Потому что, условно, если взять даже Сатирио, который вчера не вышел в стартовом составе, но суть в том, что даже Сатирио не является футболистом... Но он не тянущий, он забивающий. И в Копенгагене он один из тех, кто завершает наши теди. Да, да. Поэтому здесь проблема. Например, мне кажется, что тот же Парда-воротарь мог бы быть одним из тех людей, кто мог бы тащить. И, кстати, во всех смыслах. И партнеров, и вчера тащил в воротах. Но почему он не вышел в старт, это тоже непонятно. Но я говорю ситуацию, когда два игрока в стартовом составе, которых нету игровой практики в клубах, вообще никакой. На мой взгляд, это просто крайне странная ситуация, которая должна задаваться вопрос руководством Федерации к тренеру. Либо руководство Федерации тоже в этом имеет какой-то свой интерес. Я не понимаю это просто. Кстати, еще хотел бы обратить внимание. Мне кажется, это уникальный случай, когда два человека, два воротаря одной и той же команды вчера сломались в матчах за сборную. Да, это было действительно удивительно. У Нигерии, кстати, очень талантливый воротарь, у Зоха, реально талантливый. Потому что черные воротари из Африки напрямую, это, конечно, сложная история. Но если они попадают молодыми в Европу и дорабатывают свои технические вещи, он подвижный, он большой и как бы обидный. И стабилизирует свои мыслительные процессы еще. Ну, давайте мы не будем здесь такое ощущение, что мы уже с линейками сидим. Линейкой можно измерить простей мыслительный процесс. И мыслительный, и другие процессы. И, в общем, просто когда начинаешь говорить о африканских воротарях и мыслительных процессах, ну, по-разному люди могут трактовать нас. То, что два воротаря из одного клуба сломались, то есть я не знаю, что там третий, который, наверное, сидел, думал, что спокойно будет приходить просто на тренировки, поддерживать форму, а тут придется играть, видимо. Но если возвращаться к реалиям самой сборной, то да, безусловно, когда у тебя все задачи решают иностранцы, а это просто такая группа поддержки, которую я должна не подвести, мне кажется, что очень сложно, чтобы сборная прогрессила. Потому что вот на примере той же сборной Латвии, я могу сказать, очень похожая история. Потому что все равно так или иначе футболисты латвийские, это в основном группа поддержки. При том, что зарплаты у них могут быть больше, чем у регионеров, которые решают вопросы на поле. А зачем же это делается? Как ты говоришь, федерация-то куда смотрит? Или всех устраивает, что существуют такие золотые тельцы, через которых мы не будем в очередной раз. Зарплата платит не федерация. Ну, я просто твою риторику использую. Нет, моя риторика здесь будет просто таковой, что если четыре клуба, которые в Латвии, например, позиционируют себя как те, которые могут бороться за чемпионство, они, естественно, этих латвийских футболистов пытаются себе переманить. Потому что лимит на регионеров есть. Поэтому я думаю, что на Кипре та же примерно. Хорошо, мы провели такой мощный ликбез. Есть статьи, извини, пожалуйста, о лимитах на Кипре? Я думаю, что нет. Если ты взглянешь на составы команд, которые выступают хотя бы в еврокубках от Кипра, ты поймешь, что лимитом там даже и не пахнет. Я думал, может, какие-то моменты есть. Такое ощущение, что там есть лимит на кипрских игроков. У меня вот складывается ощущение. Но там реально нет, и я уверен, что за них идет борьба. Потому что найти более или менее живого, то это уже большая удача. Это сложно, безусловно. Ну, смотри, мы такой мощный ликбез по футболу на Кипре провели. Точнее, даже ты, я бы сказал. А вот есть другой момент. Тренер сборной Шотландии, господин Кларк. Что им двигает, выпуская в важном, в общем-то, в самом последнем матче, когда хоть что-то там, теоретически можно было чего-то зацепить. В Москве выпускается Нотгресса, который, по-моему, один матч за Вестхэм провел за последние три недели. А на замену выпускает вообще парня из Данди Юнайтед, который играет во второй в чемпионшип шотландском. Правда, он там забивает 13 мячей в 15 матчах, что в прямой Данди Юнайтед. Это для меня был удивительный футболист, потому что я реально не то, что его никогда не видел, даже хотя бы 5 действий, я реально не слышал. А сам Марино, кстати, вышел еще и вчера в стартовом составе. Он Широэм-1 забил еще. Я думаю, что на самом деле Кларку очень сложная ситуация. Ему нужно просто перебрать все то, что у него есть, и просто попробовать, чтобы это... Чтобы к следующему циклу у него была внятная картина. Внятная картина. Он должен всех опробовать, просто попробовать всем дать такой посыл, что я рассматриваю всех, а как это сможет притереться друг к другу. Я думаю, что перспектива у этой Шотландии вполне есть. Это не совсем мертвые футболисты, из них можно что-то собирать, но я думаю, что Кларку нужно доверие, и я надеюсь, что оно будет предоставлено, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, что лучше могут найти шотландцы сейчас в качестве тренера. Ну, иными словами, то, что я сейчас описал, то, чем он занимается, это, по сути, то, чем занимался Станислав Черчесов в 2016 году. Первые полгода своей работы в сборной России, когда результатов не было, никто не понимал, к чему все ведет, игроки как-то таким-то образом перетекали. Это сейчас все стали говорить, почему не дают шанс этому, не дают шанс этому, когда устоялся Костяк. Да говорят-то потому, что говорить что-то надо. Вот, абсолютно верно. А в 2016 году, наоборот, говорили, что... Представляешь, вот газеты выходили бы, и в них была бы пустая страница. Это значит, что люди показали, сейчас посмотреть не о чем. Ну, в большом счете, нам тогда стоит помолчать, да? Вообще. Итак, Черчесов менял тогда игроков, вот так вот их рассматривал, доставал так из ящика этого, так сюда, этого вот сюда. Там же сколько их там было? Там было их очень много, все говорили, что нужен Костяк, нужен Костяк, нужен Костяк. Костяк появился, все, давай пробовать, там, Чалова, там, и так далее, и тому подобное. Сейчас, можно сказать, что сборная России, это устоявшаяся сборная со своим уже и фирменным стилем, и структурой, и четким пониманием, чего она и как хочет добиваться. Другое дело, что, видишь, вот незадача. Вот выпала такая группа, да, где объективности разные, но все-таки уровень сопротивления был по зубам. Он был по зубам, с Бельгией будет матч еще в ноябре, один в Петербурге, но он уже все-таки будет немножко уже в исполнении двух сборных, решивших все свои задачи. Ну, я скажу, я недавно, честно говоря, узнал о том, что, оказывается, там посев, это влияет место. Сложно, в два мяча, да, надо выиграть же будет. Да. Ну, почему 2-0 выигрываешь? Там 3-1 проиграли, здесь 2-0 выигрываешь. Ну, это сложная задача. А у нас не стоит задача сейчас с тобой все вот эти посевы выяснять. Мы с тобой выясняем скорее... У нас не стоит задача. У Станислава Саламовича вот это я видел как раз-таки. Когда Станислава Саламовича спросили, стоит ли у него задача. Да. Судя по его выражению, Лиса, безусловно. Да. Наша задача сейчас с тобой просто понять, на что ориентироваться к следующему лету, потому что у меня, честно говоря, складывается ощущение, что при некоторых совпадающих факторах, там 10 хороших дней подготовки... Ну, это не просто совпадающий фактор, это продуманные факторы, это ключевые факторы. При плавающей форме, в общем-то, участников чемпионата Европы мы часто видим, что не все команды, которые принято записывать в фавориты, оказываются в хорошем состоянии к лету, то бишь к времени проведения крупных турниров, что у них есть проблемы, там бывают... Все эти кивоки я понял к чему. Какой прогноз? Полуфинал, как ты считаешь, реален? Вот без криков о том, что ура, как здорово, и без криков про то, что... Ну, если честно, если будет полуфинал, я был бы очень рад. Вот скажу, очень рад. Не то, что я бы... Ну, я бы никак не воспринял это как должен. Я все равно просто был бы очень рад. Потому что, на мой взгляд, Россия в Европе это одна из лучших команд второго эшелона. Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, но... Мы видели первый матч с Бельгией в Брюсселе, когда там кто-то не был здоров, кого-то не было... Сам Ахметов сыграл чудовищный матч. Ну, Ахметов, который был новичком. Ну, я все не верю в Ахметова в этой позиции. Не веришь? Не верю. Рассказывай. Ну, у него нет давления на мяч, он мало волнорезит атаки, вот то, что нужно делать в такой ситуации. Когда он один нижний, это вообще катастрофа. Ну, ему нельзя одним нижним стоять, конечно. Ну, у него уже должен рядом быть кто-то типа Аздоева. Ну, кто-то типа Аздоева. Ну, я не знаю, для меня Ахметов это как бы человек, который, наверное, в сборную должен вызываться, потому что он может сыграть на нескольких позициях, более-менее. В принципе, он, наверное, и десятку может до сих пор сыграть, если вдруг что-то случится. В этом смысле ему нужно его периодически вызывать, подтягивать, чтобы попробовать. Нет, ну, там принцип Черчесова в том, чтобы вызывать, если уж ты начинаешь кого-то вызывать, и человек не выпадает из формы совсем, значит, надо его продолжать вызывать. Вот, но при том, что если есть здоровый Баринов, для меня это... Аздоев для меня вообще сейчас железная игра. Ну, нет предмета для здорового. Железный. Редкий случай с ним нет предмета для здорового. Второй человек, который рядом с ним, для меня Баринов, а не Зобнин. Потому что я все равно считаю, что Зобнина огромный объем, но не интенсивность. А, вот тут-то мы с тобой сейчас слеснемся. А я вот считаю, что если Зобнин жив-здоров, и выражение лица у него после спартаковских приключений не такое, как выразился однажды один большой тренер, будто у него на глазах дом сгорел, то он должен играть. И объемы, и скорость возвращения при потере намного выше, чем у Баринова. Интенсивность при этом ниже. Интенсивность ниже может быть, но при этом... И нет удара, соответственно. Удара нету, паса, кстати, стабильного тоже. Вообще удар просто болтающийся стопой. Ну, а что Хушбауэр из Слави бьет болтающейся стопой? У него летит куда, знаешь... Ну, Хушбауэр играет повыше. Хушбауэр играет повыше. А Зобнину, чтобы добить, еще оттуда нужно... Я думаю, что он просто нажмуривается. Я отношусь к нему с большим уважением, действительно, и считаю, что это сильный футболист. По нашим меркам это очень сильный футболист, по европейским меркам это хороший футболист. Который нашел бы себе место. Ну, в любом клубе, более-менее таком приличном, крепком европейском. Не будем говорить звездным, потому что размытое понятие, да? Ну, то есть, для меня потенциал Баринова выше. И спрос, я думаю, на него выше. Головин выше. То есть, Аздоев появился позже... Скажи ты еще раз про Головина. Я сказал, потому что... Скажи ты еще раз. Хорошо, я еще раз говорю. Я сейчас тебе буду объяснять, почему это я тебя заставляю сделать. Потому что ты мне 4 года назад говорил, что Головин, он как бы нет. Что я говорил? Ты говорил, что он не для клуба высокого уровня. Я с тобой тогда... Я на тебя замахнулся кинжалом. Я на тебя замахнулся кинжалом и сказал, а что в твоем понимании клуб высокого уровня? И мы с тобой сошлись на том, что он игрок уровня а-ля Дженова-Монако, да? Да. Все, я и сошел. А зачем ты со мной спорил? Потому что это не клуб высокого уровня. А сейчас ты говоришь, что Зобнин нет, Баринов да, но при этом ты Зобнина отправляешь тот же самый Дженова и Монако. Да, Баринов это, может быть, человек условно... Ну, для Шальти. Во. То есть, теперь мы будем спорить о статусе Шальки на фоне Дженова и Монако. Ну, Шальти попрогрессивнее, мне кажется. Просто что от нынешней Монако, не подчеркиваю, нынешней, а то кто-нибудь меня притянет за слова, потом попросит... Ну, скажем так, примеряющую такая фразу я сейчас тебе выдам, да? Он прогрессивнее в том плане, что он чаще заявляет о том, что они там собираются развиваться как там команда, они должны поставить философию и так далее и тому подобное. Это вот все бла-бла-бла, но на самом деле свойственно немецким, да, концепт вот этот весь вот они... Ну, хорошо, я просто для тебя назвал Шальти, хорошо, давай я скажу не Шальти, а давай я скажу, что сейчас тебя там вызвало какую-нибудь неприязнь... Ну, смотри, мы сейчас отправляем, мы отправляем сейчас футболиста российского в зарубежный клуб, заметим. Так никто, он никуда не уедет, все, короче, ладно. Дело не в том, куда он мог бы... В эфире был Дмитрий Нечапаренко, футбольный эксперт. А он никуда не уедет? Да почему он не уедет? Ну, потому что никуда он не уедет. Вопрос не в том, что он не хочет. Почему? Может, он хочет. Он мог бы там заиграть, но у него нет тех качеств, за которые, мне кажется, в соответствующие клубы, где могут дать такую зарплату, которую он есть в «Спартаке». Зарплата – это другой вопрос. Нет, все вместе в комплексе. К тому же, у него не было такого турнира, как было у Головина. Потому что Головин бы тоже, возможно, не уехал бы за такие деньги, если бы не было турнира, на фоне которого его удалось туда пропихнуть. С хорошей стороны, да. С другой стороны, ты сейчас упоминаешь, в «Спартаке» ему могут дать деньги. А у Головина фактор был другой. У него не было таких денег, как у «Загмена» в ЦСКА, и поэтому он уезжал туда. Но он мог пойти в «Зенит». Ну, а кто бы его отпустил в «Зенит»? Он мог лечь на полу в офисе и сказать, не пойду, не пойду, не пойду. Дядя Коля за моей спиной хочет, чтобы я... Если там был ковер, его бы в него же завернули и вынесли. То есть, у Гиннера порядок в клубе. Порядок. Ковер есть, и выносите из кого. Понятно. Зобнин никуда не уедет. Даже если будет чемпионат Европы успешным, и он будет играть в основе, а он и не Баринов. Хорошо, давай по Баринову. Баринов вообще не вызывал никаких вопросов в связи с тем, что Зобнина не будет. То есть, там не было никаких сомнений, кто будет играть в Шотландии. То есть, я абсолютно с тобой был согласен, что никакого Ахметова там близко быть не будет. Особенно, когда нужен атлетизм вот этот, нужно будет вот этих всех людей и перебегать, и переиграть, и все остальное. Техника у него достаточно высокого уровня. Ну, она такая применимая к жизни. Применимая к жизни, но иногда для игрока на позиции шестерки. Например, у Аздоева долгое время не было применимой к жизни техники. Ты знаешь его карьеру, ты же видел. Ну, я тебе даже присылал свое мнение о Баздоеве в конце 16-го года. Чуть не сказал века. Давай перейдем к такой теме. Вот Артем Дзюба. Все говорили, что он, скорее всего, сбавит после чемпионата мира, что это его лебединая песня. Ни черта он не сбавил. Ни черта не сбавил. Он становится еще сильнее, и, честно говоря, просто уже в какой-то момент становится страшно. Я вчера последовательно смотрел Россию с Кипром, и потом смотрел Польшу с Македонией. С Македонией, по черту, а не северной Македонией, который комментатор меня достал. Он такой ощущает, что просто, я не знаю, ему НАТО, мне кажется, поручило говорить каждый раз «северная Македония». Я не знаю, но это просто не правильно. Молоса трансляции, тра-та-та, да? Ну-ну. Понятно, что с ноской на разницу все-таки в уровне, ну, объективно она есть, но меня поражает, что в этом возрасте Дзюба и Ливандовский продолжают прибавлять оба. То есть, реально в тонких вещах они становятся все тоньше, и вот этот подыгрыш, который был у Дзюба, и который проявился у Ливандовского в обоих голах, меня просто поражает, что вот эти люди уже после 30-ти, они могут продолжать добавлять. Поэтому мне Дзюба добавляет. При том, что у Ливандовского полно хейтеров до сих пор, и среди болельщиков в Баварии, которые говорят, что его давно надо было куда-нибудь слить, купить нормального нападающего. Ну, болельщики определенных клубов, особенно вот клубов с большими ожиданиями, да, они немножко всегда, ну, где-то ходят на грани диагноза. Это касается абсолютно всех болельщиков от подобных футбольных клубов. Но сколько я с ними спорю, вы говорите, что Лива вам приносит огромную пользу, причем многофункциональную пользу. Да, окей, у него случается, когда он из пяти не сбивает четыре. И случаются у него такие эпизоды. Но сколько у него случается матча, когда он забивает? Три из шести, да, что уже достаточно высокий показатель. Ну, я не так часто с Баварио, как ты, наверное, но... Как много он делает для сохранения мяча впереди. Как у подыгрыша он... Вчера вообще была ситуация, что он приходил к Зелинскому вниз, а из-под него как раз-таки, когда он вводил оттуда игроков, причем зачастую уходя не из центра, а из полуфланга, чтобы суметь сдвинуть на себя и одного из центральных защитников, потому что их было три у македонцев, и даже крайнего все-таки дернуть. И туда как раз-таки входили фланговые, шиманские... Смешно, что у Зелбы даже диапазон выше, чем у Ливандовского. У него он шире. В прямом смысле шире, что он уходит не в полуфланг, а во фланг. Вообще совсем во фланг. Не в каждой, он все-таки в правой, в левую он очень мало ходит. Да, ходит в Зените, он в левую тоже. Ты помнишь, мы были с Мари Мальзи Бенефикой, он там тоже часто оттуда начинал атаки и все остальное. А, по атаке в левую. Да. Я имею в виду по обороне соперника. Не, по обороне не по обороне. По атаке в левую, наоборот, он там в правой по атаке не ходит. Да, 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 именно. Вот, то есть в этом смысле это люди, которые из просто вот чистых завершителей или там кто может быть в штрафной быстренько выкатить может, они разрастаются. Прямо вот если взять тепловую карту, то она у них должна прямо вот так захватываться. Захватываться все больше. Тепловая карта, если кто не знает, это вот такие вот часто пятна любят рисовать. Красненькая, по бокам зелененькая и посередине между красненьким и зелененьким желтенькая. То есть показывает, где чаще всего располагаются игроки. Еще синенькая бывает. Еще синенькая бывает. А по Ливандовскому, да, это действительно интересная история развития, потому что я очень хорошо его помню, как он начинал на высоком уровне в Лехе. Это было 10-12 лет назад, когда там было два футболиста, которые заслуживали внимания. Даже три. Там был такой словомер Пешко, который потом приучился пить водку и не раскрылся в Бундеслиге. Сейчас он ее допивает. Там он, кажется, с таксистами где-то бухал. Да, 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 в Лехе и Гданьск он ее допивает сейчас. А там был Семир Штилич, боснийский парень, с великолепными навыками диспетчера и вообще футболиста, который ведет игру. Он живой еще? Живой, он, по-моему, был где-то на Кипре, и потом не знаю, куда исчез. Но из этих двоих я думал, что будет скорее Штилич звезда, а не Левандовский. Левандовский был завершитель, хороший, стабильный такой, который в билдапе, как принято сейчас говорить, принимал участие и все. Но мне казалось, что Штилич звезда. А в итоге Штилич поехал по рукам, а Левандовский сделал себе сумасшедшую совершенно карьеру в Европе. Я скажу, кстати, про поляков. Я, честно, считаю, что у Канадского очень большой потенциал. У Канадского? Да. Но его травмы – это просто несчастье какое-то. Человек каждый полсезона получает травмы, которые выбивают как минимум на несколько месяцев. Но невозможно в таком случае развиваться. Поэтому я просто реально расстроен, потому что по типажу и по мышлению, даже еще когда он играл в Польше, и мне казалось, как бы, не то, что мне казалось, я в этом искренне уверен, что этот футболист, который реально может развиться, но травмы мешают. И вот еще почему это важно, потому что все-таки и в Польше, и в той же России, о которой мы говорим в свете чемпионата Европы, у них не настолько много в запасе и на скамейке игроков. Я бы сказал, у России это вообще главная катастрофическая проблема, что ты не можешь вот так вот их доставать и менять. Мы все видели матч с Бельгией, когда, ну да, сопротивлялись, да, бились, но не могли объективно ничего сделать с той Бельгией. Мы видели матчи в прошлом году, извините, я сейчас просто договорю про эту ситуацию, когда были матчи, помнишь, там Лиги наций было со шведами, когда нужно было в ничью сыграть, не могли ни при каких раскладах практически сыграть, с Ростовом не хватало. А до этого проиграли Германии 0-3, все сказали, ну, беззубый там, вообще там Ари, помнишь, играл. Беззубый Ари. Беззубый Ари. Не было возможности адекватно никого заменять, депрессивная была прошлая осень, и которая перекинулась частично на весну, хорошо, что выиграли у Казахстана 4-0. То есть, ты говоришь, Швеция плюс-минус, плюс-минус в хорошем состоянии. Да, сейчас наши вышли на новый уровень, я бы сказал, которые уже, они так вот закрепились на какой-то высоте, которая уже выше, наверное, все-таки чем-то, чем Швеция. Но в хороший для Швеции день, даже сейчас, мы запросто проиграем даже в наш приличный день. А когда мы говорим про Германию, или тем более Бельгию, ну, блин, ребят, ну, как бы, давайте все-таки, ну, я не знаю. Шведов, потому что у шведов, у них на любой день есть состав и структура. И они всегда там, вот как раз, как раз, как раз шведы. Стостава нет, структура есть. Состав есть стартовый. Плюс несколько позиций. А вот шведы как раз могут так, так, у меня там выпал левый защитник, поставлю там место, там, Магнуссона, Сигурдсона, ну, Сугертс Сигурдсона, это исландская фамилия. Но в целом тренер шведский может себе это позволить. Я видел, как раз, там нечего ставить. Там нечего ставить, в Светландии нечего ставить. Хотя там шведский тренер, кстати, и его позвали, и Эрика Хамрена, я не знаю, зачем его позвали, учитывая, что им надо перестраивать сборку. Ну, кстати, они тоже похожи на Кипр, потому что у них два человека играли в матче с Албанией, которые вообще без клуба. Здесь играл один, не Гудмансон, а этот, волосатый, Вернесон. Тяжело. Есть приличные футболисты, но при всем уважении уже, когда Арнесон, там, это... Ну, не надо чем-то меняться. Иногда бегает уже на четырех, на конечностях, вместо двух, когда устает. Конечно. Конечно. Это банды приятелей, которые постепенно стареют и сходят со сцены. Они нажимали из себя все, что можно. И тогда этих результатов могло не быть. Просто там сложилось очень многое. С их стороны большая работа, какие-то обстоятельства. Но я к тому, что... Ну, сейчас это, честно говоря, очень понурно смотреть. Поэтому надо понимать, что такие сборные, у которых нет постоянно подпитки сильными игроками. И у наших это будет через какое-то время. И все будут опять говорить, вот, потом начнут находить причины каких-нибудь... Тренер-дурак. Тренер-дурак. Скорее всего, Станислав Александрович, молодец, закончит как раз вот здесь и уйдет. Ну, слушай, а вот это, кстати, как раз очень интересная ситуация, закончит. Вот смотри, Кононов, я считаю, его просто подставил тем, что так рано уволился из Спартака. Ну, там реально было невозможно. Даже он уволился. Я уверен, нет. Я думаю, свою неустойку он выжимал своими нервами. На неустойку ты его на Тедеску можешь. Знаешь, вот он ездил сейчас в Германию, как говорится, думать. Да, на самом деле он поехал с Шальки вопросы закрывать по неустойке, которую мы продолжали платить. Это же понятное дело. И из одной тренера сейчас по вратарям привезли из Родской Бирги Ауэ. Слушай, мы про Ауэ третий с тобой выпуск говорим. Слышишь, клево. Хельги Леонард, это у нас просто реально наш главный мемасик наш будет. Потому что Хельги побывал в Москве. Я сегодня утром открываю Твиттер. Вот Твиттер я видел. И открываю Твиттер, и Хельги пишет. А я вот на выходные успел съездить в Сербию, в Боснию и в Россию. Думаю, нормальный такой подборчик. А он там людей брал, чтобы ехать с ними общаться к финалам? Он там брал людей, чтобы ехать общаться к финалам. Хельги суровый мужик. А оказывается... В Сербии не подошли, пришлось к Боснинице. И он ездил в Москву продавать своего тренера вратарей. Ты представляешь, какой это уникальный чувак. Этот президент Росгейбергия Ауэ. Я думаю, он не один, наверное, за ним есть тоже ребята. Ребята за ним. У него есть еще брат. А, ну вот. И почти что, ближе. Вот, кстати, нормальное артельное устройство. Абсолютно. Так, Росгейбергия-то артельный клуб и есть. Там молотки такие перекрещенные же, носили. Ими тебя и забьют. Все, я посмотрю за этот матч. Они как-нибудь, извините, сейчас? В втором. Посмотрите, не скачай матч с Динамо-Дрезден последний. 4-1 они выиграли. Саксонское дерби. О, хорошо. Они там просто их вот так, как я тебе сказал, молотками. Да? Да. Посмотри, посмотри. Вот с таким выражением лица. Знаешь, так только через черные очки и так на них посмотрели. И все. И нет. Великолепно. Мне нравится. И, значит, про Станислава Саламыча. Мы просто уехали к Хельге, к нашему любимому очередной раз. Станислав Саламыч взял и потерял, по сути дела, опору под ногами. Вроде как все говорили про то, что он может пойти в Спартак после того, как закончится Евро 2020. Ну, Конуна убрали, позвали Тедеско. То есть, это нужно, чтобы Тедеско сейчас загремел. Еще год есть. Ну, еще год есть загреметь, да. Но все равно. Считается, что тренеры из Германии с опытом работы в Бундеслиге не берут для того, чтобы он загремел через год. Динамо еще смешнее. Там Валерия Газаева говорят, что назначат главным тренером. Представляешь, вот такие вот даже слухи были. А он может совмечать с Думой? Или он там уже закончил? С тяжелой Думой? А он с Думой закончил? Я думаю, давно уже. Я думаю, что с Думой закончил. А с Думой заканчивают люди? В его возрасте возможно. И ты еще постареешься, тоже с Думой расстаешься. Да я уже сейчас чувствую, что уже заканчиваю периодически. Мне просто приходится активировать себя. Вот. И жуткие вещи творятся. Сейчас назначат тренера еще и в Динамо, Станислав Саламыч. Куда будет ему бежать? А он же уже был за границей. А вот, понимаешь, мы сейчас же в его статусе. Это нельзя принять абы что? Абы Ауэ. Абы Ауэ. Я думаю, что абы Ауэ он его не устроит теперь уже. Краснодар что-то мне подсказывает. Что-то мне подсказывает Краснодар. В Краснодар что-то мне подсказывает. Это не совсем его вариант, учитывая некий... Там будет не молотки, а два кинжала сойдутся. Дело в том, что Станислава Саламыча кинжалом не испугаешь. Да, но просто обстановка после истории с Игнатьевым Шапитом и вот этими всеми призывами, что надо всех звать в сборную из Краснодара. А как вот реально вот эту же историю так активировать, что даже прямо вот я каждый день ее откуда-то слышал, хотя не говорю, не каждый день читаю. Если ее правильно активировать, то она будет... А потом ее дезактивировали. А потом ее дезактивировали. И все, прям в один момент. Да, так к тебе все это и появляется. Вот сегодня, например, Георгий Щерданцев, он сказал, что раньше вот было интересно... Сказал ли про Вопил? Написал. Он сказал, что вот раньше за Спартаком было интересно следить, потому что, ну там Кононов, Оленичев, а сейчас вот Тедеско это неинтересно. Я не уловил, я не уловил ход мысли. Я тоже не знаю. А ты пытаешься? И оказывается, вот за Спартаком Тедеско следить неинтересно. Что генеральный директор Цорна замыкает все под себя, он хочет, чтобы Тедеско общался с руководством только через него. А по-моему, так оно и правильно, нет? А зачем вот это, чтобы тренер общался с руководством? Подожди, вопрос только в одном. Зачем для кого? Это безусловно, да. То есть для спортивного директора точно лучше так. Лучше, чтобы был спортивный директор другом, ну, приятелем. Товарищем. Генеральным директором или президентом, а с другой стороны с тренером. И как бы вот таким буфером был. Но с другой стороны, я не знаю, насколько. Мне кажется, в случае Цорна и Тедеско все понятно, потому что Цорна говорит на русском и на немецком. Наверное, Тедеско говорит только на немецком, а Федун, наверное, говорит только на... Я думаю, нет, но Тедеско говорит еще на итальянском. Ну, я имею в виду, что с Федуном само как-то тяжело найти будет общий язык. И не стоит, возможно, и искать. Может быть, тренеру и проще будет ситуация, когда он не будет пытаться сам искать общий язык с Федуном. А это будет делать генеральный директор. Но вообще в этом, кстати, мире, Дим, все происходит очень быстро. Вот Станислав Саламович, он вроде как мы только что его пожалели, что ему не найти работу будет после сборной. Очень быстро. Тренеров-то выкидывать будет здоров. Мы с тобой спорили про Силвинию в Лионе, да? А его и выкинули неделю назад. И причем даже совершенно не пожалев. Его же друг, спортивный директор Жунини, его и выкинул. Хотя он его знал, он его брал. Ну, наверное, это просто... Я в данном случае ошибся, хотя я просто ошибся даже не в конкретной ситуации. Так это ты попросил взять Жунини? Нет. Нет, а потом, что... Потому что я все-таки ожидал, что у людей есть какой-то здравый смысл и какое-то время должно... Ну, а что они сейчас Руди Гарти ее назначили? Был свободный. Может, они под него, думаешь? Нет, я просто думаю, что, мне кажется, конечно, как человек в какой-то степени циничный в этом мире, как раз-таки Жунинию приехал с балластом, который, если что, можно сразу скинуть. То есть, и еще повисеть на какой-то высоте. Вот получилось, мне кажется, примерно так. То есть, в пустыню возьму с собой телефонную будку, если что, брошу, чтобы было легче убегать. То есть, вот так вот оно и получилось. Кстати, весьма, кстати, между прочим, прозорливо. Мне тоже так кажется, что Силуинию просто пошел под нож, как просто повод. Вот я тебе, старик, дам шанс, засвещу тебя немножко. Да, если потянешь, типа сразу там. Значит, супер. А если нет, будь готов. Да. И, кстати, ты знаешь, вот я помню, что когда заканчивался матч Лейпцига с Леоном, а Зенит в это время закончил матч уже с Бенфикой, выиграл его 3-1. Я спускался в подземелье, вот это вот под названием стадион на Крестовском острове, вот это бесконечные ступеньки вниз, пресс-центр. И все обсуждали, что вот Лейпциг там проиграл 0-2, но на самом деле привозили какую-то статистику, говорили, что он там по моментам их перебил. Это Леон, тогда еще Силуинию был тренером. Ему оставалось 4 дня, по-моему, до Дервиса с Сент-Этьеном. И я тебе хочу сказать, что я эту игру посмотрел. Я был в полууверенности, что так оно и есть, что Лейпциг должен был там их разорвать, это дело случая. Ничего подобного, прекрасно ли он был готов. Вот, видишь, я же ты говорил, что они неплохие были. В итоге мы опять с тобой сошлись просто с разных сторон, что не такой уж плохой тренер Сильвинио, но при этом его уволили. При этом его уволили через 4 дня после выигранного матча Лиги Чемпионов, выигранного заслуженно, но Сент-Этьену нельзя проиграть. Ну, Сент-Этьен сложный соперник, что-то еще добавить. А взаимоотношения там такие, что в моей знакомой французской семье папа и сын болельщики Сент-Этьена, а мама из Леона. И они реально ни матча не разговаривают. Видимо, мама кормит всех, потому что Сент-Этьена... Мама всех кормит, я даже ел там. Я тебе хочу сказать, мама прекрасно кормит, леонская кухня отличная. И они, между прочим, жуют леонскую кухню с большим удовольствием, потому что Сент-Этьенской, видимо, не существует. Ну, конечно, пролетарии, зачем пролетарии... Зачем пролетарию кухня, сказал Граф Дмитрий. Я всегда за пролетариев как раз-таки. Я хочу сказать, что просто наверняка их зажимают эти вот купеческое наследие. В общем, с Силвенио поступили некрасиво. Что говорит, собственно, о чем? Что тренер, в общем-то, достаточно незащищенная фигура. Достаточно незащищенная фигура. С точки зрения, может быть, внешнего какого-то имиджа. А вот что касается контрактов и всего остального, я думаю, что там все как раз в порядке. Они соблюдаются. Ну, в Лионе, наверное... А в Кубань будет. А, нет, ну, Кубань, ты сам мой маленький брат виноват, если ты отправился на такое приключение. Ну, не знаю, честно говоря, что с Гарсией будет, потому что у него тоже, честно говоря, лихорадят как-то в последнее время. Его лихорадят или его работодатели? Ну, знаешь, когда лихорадят работодатели, наверное, на работнике тоже это сказывается. Не о том, что ему выплачивают там неустойки, или он сам уходит. Ну, просто все равно. Где он последний был? В Роме? Да. Ну, как-то с Ромой... Ну, с Ромой я тебе хочу сказать, там, по-моему, не лихорадят, а только с Палетти. И то потому, что он умел... Во-первых, он в другое время. Уже другое время. Он умел, да. Во-первых, другое время, но он умел разговаривать со своими вдохновителями из офиса. Вдохновители из офиса – это, конечно, Оксимарон. Ну, Оксимарон не Оксимарон, но в Роме с Палетти работать умел. Хотя, это, и Капитано, и Франческо, и Тотти, все это было в большом количестве, и делать надо было делать все так, как хочет. Где два, их трое. Люди, это два были. Да, все эти люди, все этот Змей Горыныч, он давлеет над любым тренером. Мне кажется, еще Тотти уже будет лет 80, это все равно будет над тренером Рома всегда висеть. Ну, понятно. Потому что он перестанет играть, он перестанет выступать, он перестанет еще что-то делать, но он останется спартаковским ветераном, условно говоря, который будет… О, Тотти – Спартак. Так его надо продать, да, чтобы Рома наконец что-то выиграла, да, получается. А в Спартаке ветераны почувствовали себя просто людьми, не достигшими своего потенциала. А с чем у Спартака, кстати, играет первая после назначения? Спартак играет с Рубином. Первый матч при штабе Тедеско. Ну, это хороший шанс набрать три очка и показать всем, что есть будущее, что команда поднимается с колен, и чтобы спартаковское сообщество еще полгода, по меньшей мере, верило в своего маленького капрала. Ну, мне кажется, что спартаковское сообщество – это вообще все футбольное сообщество, мне так оно кажется. Но, предпочеркиваю, у меня нет никакой неприязни к клубу как таковому. То есть, возможно, клуб 73-го года бы я воспринимал бы с теплотой. Я тебе напомню, что в 70-х Спартак еще и вылетел. Вот. Я понял, рад, что кто-то мою шутку уловил. А если бы ты, как истинный болельщик Брэдфорд-Сити, ты бы еще дождался момента, когда Спартак свалился до ЛФЛ, ты бы вообще был главным монатом. Кстати, по поводу болельщика Брэдфорд-Сити, сегодня я прочитал, что владелец Литца сказал, что, возможно, три инвестора могут прийти, которые могут вывести их на уровень Манчестер-Сити. Литц. Литц. Я вот думаю, радоваться или огорчаться. Скорее радоваться. Мне кажется, они просто исчезнут для нас как вообще. Да, они уйдут в другой мир просто, как Гэндальф уходил за море у господина Толкиена, вот точно так же и здесь это все произойдет. Но с другой стороны, блин, они наши соперники. Вы привлекли к ним, да, к этим сволочам-то, да? Да. Вот как вы без них будете жить? Это как недавно болельщица Байера Ливеркузен, Аля Сенецкая, она возглавляет фан-клуб болельщиков Ливеркузена в России. И она вот как-то, и мне как болельщику Кёльну пишет, слушай, говорит, давайте возвращайтесь скорее, а то без вас что-то как-то искучно. Мне нормально без вас. Серьезно? А мне вообще все вот эти фетиши болельщицкие пофигу. Мне вот, мне совершенно, я вот, например, да, я болею за Кёльну, но я совершенно не против Минтон-Глаза. Нет, у тебя такая ситуация, что ты все равно болеешь, ну, как бы, типа, болеешь, не болеешь, но ты болеешь за много команд, самостоятельно. Я не примеряю, я не примеряю на себя вот эти их проблемы, что вот надо не обязательно ненавидеть Минтон-Глаза. Я их не, не, раньше, конечно, у меня было, что если лицари Хадросфилд проиграли, это как бы могло вскрасить даже поражение Брэдфорд-Сити. Сейчас у меня такого нету, и я никогда в жизни бы не пожелал бы этим клубам там прям какое-нибудь падение куда-то вообще в Тар-Тарары, но просто здесь, ну, из исторического клуба довольно реально, если отбросить все эмоции, из довольно симпатичного исторического клуба, они могут превратиться вообще в очередной какой-то... Манчестер-Сити, который будет играть в розово-коричнево-белых Они в розово уже играли. С номерами, которые будут не видны на спинах, зато будут инкрустированы кристаллами, и вообще будет играть рояль на матчах. Подожди, где же я видел? А, Бразилию, я тут достал кусочек матча с Сенегалом товарищеского, они играли в Сингапуре. Так. Это очень изумительно. Бразилия и Сенегал, товарищеский матч с Сингапуре. Топчик. И тогда было это выражение, кстати, которое сюда именно подходит. Вот. Такой топ, такой маленький такой топчик. Вот. И там, когда была питьевая пауза, ну, хорошо, cooling break. Я просто стараюсь не использовать английские выражения, поэтому мне кажется, что это питьевая пауза. Тридцать с лишним градусов. Ну, действительно. При их влажности. Ну, конечно. Вот. И там музыку включили. Как вот я помню раньше на теннисе в Америке было. Вот когда, то есть музыку включили, матч идет. Вот. А девочки в юбочках не поплясали в центре поля? Да, нет. Там почти не было и ни девочек, ни мальчиков. И зрителей не было даже. Да. Мне кажется, вообще на этих матчах вот эта, что называется, Бразилия. Так они же выставочные люди зарабатывают. В туре. Не, мне кажется, они даже не зарабатывают. А как можно зарабатывать, когда нет зрителей? Мне кажется, там просто пилят. Там просто отмывают. Мне кажется, реально идет транш, который просто из одного компьютера на другой переходит просто. А давайте вы приедете туда. Да. Мы должны хоть показать какие-то, ну, хоть что-то показать, что-то прошло, поэтому там должен сыграть обязательно. То есть, вот как вот работает Тита, я просто не представляю. Вот он хочет там, вызвал там нескольких игроков, которые не играли раньше за сборную. И из Европы, и из Бразилии. Но они практически не выходили в этих матчах, потому что, видимо, по контракту должны сыграть те, которые, я не знаю, там, сыграли, наверное, на Кубке Америки, там, выиграв его. Конечно. Я не знаю. Они свой лимит исчерпали. Вот. И получается, что вот зачем этот матч, в котором, ну, нужно же наигрывать что-то. А нет, приезжают те же люди, которые уже загружены. Например, тот же Дани Альвиш, который сейчас за Сан-Паулу играет в позиции десятки. Я просто поражаюсь. Вот его дергают, сколько ему там, 83-го он, по-моему, года. Его дергают в сборную. Он играет оба матча сейчас с Сенегалом, с Бразилии. Не помню, по-моему, он… Могу соврать, что, по-моему, оба сыграли по 90-м. Он, может, с Нигерии вышел, был заменен. Это же катастрофа. Зачем? А потом, когда приходит время какого-то крупного турнира в средине лета, в средине лета, все начинают говорить, что футболисты загружены, календарь слишком жесткий, что уже не им не до чемпионата мира начинаются такие крамольные темы. В случае, если Бразилия опять скажет «адьос» где-нибудь в одной восьмой финала, тут же начинаются включаться вот эти вот… Не, но здесь Бразилия выиграла Кубок Америки абсолютно заслуженно. Но просто… Вообще абсурдность всей этой ситуации состоит в следующем. Люди уезжают в самом молодом возрасте в Европу. Их оттуда… Уже все, с этим все смирились. Получают паспорт тут же. Не, ну… Европейского союза, да. Чтобы не проходить как иностранцы по… Но! Хорошо, ладно. Дайте вы людям из каких-нибудь фавел, которые… Что происходило на Кубке Америки? Это вообще другая атмосфера, чем на матчах чемпионата Бразилии. Потому что вообще другие люди приходили. Совершенно с другими финансами, с другим интересом к футболу. Ладно. Ну, а теперь, ну, дайте вы хоть товарищи с ним матчи сыграть, чтобы люди увидеть это могли. Нет. Мы их повезем в долбанный Сингапур. Ну, а может быть, людям уже не интересно. Знаешь, считается же… Да с чего вы… В Москве неинтересно смотреть на матчи сборной Сан-Марино. Понимаешь? Ну, вот они повезли их в условный Сингапур под названием Саранск. Там набрали полные трибуны. Но в Сингапуре нет полных трибунов. В Саранске были люди благодарны, что Сан-Марино привезли. Подожди. Есть бразильцы, которые хотят писать, почему вы не думаете, что Сан-Пауэль или Рио-де-Жанейро? Ну, хорошо. Сыграйте, я не знаю, в Порту-Алегре или где-нибудь еще сыграйте. Почему вообще Сингапуру? Только из-за денег. В Куя-Бе. В Куя-Бе сыграйте. В Куя… А-а-а! Где сделали чемпионат мира. Ты помнишь, ради трех матчей? Потому что оттуда, как они потом сказали, город-то ладно, ерунда. Там ничего нету, кроме там грязных рынков и все. Видишь, в Куя-Бе. А я тебе могу сказать, с хрена ли туда ехать? Понимаешь? Потому что все хотят… Уже сколько же можно зарабатывать-то на футболе? Ну, это невыносимо. Ну, хорошо. Дмитрий Нечапаренко в эфире со мной. Футбольный скаут, который не зарабатывает на футболе. А исключительно ради любви к искусству помогает нескольким футбольным клубам набирать составы на сезоны. Давай наша традиционная рубрика «Спроси у Димы». Так вот, я спрашиваю у Димы, кого ты на этой неделе нам посоветуешь в качестве усиления, ну, скажем, какого-нибудь средненького клуба российской премьер-лиги. У поляков заканчивается контракт, у Горальского хороший опорник, который у нас заиграет, потому что такой собаковидный. Как гол? О, как гол! Кстати, гол был очень приличный. Да, да. Да, с пасом есть ограниченность, но ближнему отдаст более или менее нормально. То есть, они вчера играли не основываясь на одной игре. Это абсолютно точно. Я его давно помню, слежу за ним. Просто вчера четко была видна структура, где Горальский, Крыховик в нижней линии, но Крыховик чуть больше ходит вперед, разгружает его. Он может уйти, извините, скажу, в полуфланг, откуда он отдал передачу на первый гол. А тот такой балансирующий, остающийся в этой позиции, очень злой, но при этом где-то может и врывание сделать. Опять сейчас меня будут ругать, что такого слова нет. Врывание. Безусловно. Есть слово. Как же может быть так, что, знаешь, врывание есть, а слова нет. Ну, футбольный язык, он вообще достаточно извращенский, поэтому приходится его использовать. Да, и поэтому я считаю, что для клубов можно дальше смотреть. Естественно, ему надо сначала десантироваться в чемпионат России, а там уже смотреть, может быть, он и дальше может подняться, потому что ему 27 лет сейчас. Ну, тебе могут сказать, что старый. Хотя, на самом деле, прекрасный возраст. Прекрасный возраст. Уже и в головенке что-то появляется, да? Да, да, и он реально, вот я смотрел, и золотогорцем, он окреп за последние годы, там, за два стал реальным лидером, поэтому с той же Польши можно рассматривать Клиха, который за лиц играет уже упомянутый. Обязательно. Он чуть повыше играет, с чуть большим акцентом на появление уштрафной, выштрафной, с ударом, кстати. Поэтому, ну, вот поляков почему можно всех смотреть, потому что я считаю, что они очень хорошо у нас адаптируются. При всех разговорах о том, что поляки ненавидят русских. Ну, так никто никого ненавидит, там, разговоры, наверное, в Польше есть, что и русские ненавидят поляков, я так думаю. Просто, ну, когда есть возможность пойти получше в чемпионат, то все как-то нормально идут. Конечно, идут, особенно, когда при этом еще деньги хорошие платят, и не только игроку, а еще и всем заинтересованным в этом вопросе. Ну, на этой вот ноте, которая несет в себе любовь ко всему миру, которая связана одной большой такой ценной историей, как денежный знак, мы выходим, наверное, из эфира. Прощаемся сегодня с Димой Нечапаренко, с футбольным скаутом. Я Иван Житков. Слушайте... Должно появляться шуршание. Да, вот я вижу, он с двух рук уже пересчитывает. И мы заканчиваем эфир. Надеемся встретиться с вами через неделю или через две, когда я вернусь из Лейпцига и расскажу, что я там видел, а Дима скажет, что он видел, извиняюсь, на голубом экране. Речь идет о матче Лиги Чемпионов Лейпцига с Зенитом. Дима, спасибо тебе большое. Все твои советы уже наверняка записал слушающий наш эфир какой-нибудь злобный агент. Всего тебе хорошего. И вам также всего хорошего. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok